А вы много спектаклей в том знаменитом прославленном МХАТе посмотрели? Удавалось вам ходить туда? У нас у студии было на каждый день на основную сцену и на филиал четыре места. То есть место это было входных. У меня вот была ступенька в билетаже на правой стороне, если кто-то ее не занял до меня. Понимаете, потому что мы весь репертуар видели. Кого из великих? Добронравов. У Хмелева мы уже не застали. Тарханов Михаил Михайлович ушел, когда мы начали учиться. Но мне судьба подарила, так сказать, полчаса общения его с его коллегой, замечательным артистом Грибковым Владимиром Васильевичем, и Владимиром Николаевичем Муравьевым, его учеником. Но вот в частности, вот такие две основных каких-то мысли, которые это не байки, это, в общем-то, выводы из жизни. Когда его спросили, Михаил Михайлович, вы сколько ролей сыграли? Он говорит, он же до 19-го года работал в провинции, а там каждую пятницу была премьера. Он говорит, ну, штук, наверное, 800. А хорошо, хорошо. Ну, штук, 12. Вот я на всю жизнь понял о том, что способный человек, прежде всего, имеет право на провал. А потом он сказал, ну, знаешь, талант, не талант, после нашей смерти театроведы определять будут. Пока надо работать.